Всем привет, с вами я, Лев, и это канал Good Boots. Все мы любим упрощать свою жизнь с помощью лайфхаков, но также мы любим упрощать свою жизнь с помощью футбольных лайфхаков. Меня часто просят и спрашивают, Лев, а когда будут лайфхаки про бутсы, и вот, получаете, сегодня разбираем лайфхаки. Лайфхаки, ту-ру! Банальный уход. Всегда после игры и тренировки не забывайте расшнуровывать свои бутсы. Почему? Потому что у вас могут порваться отверстия для шнурков, все эти самые дырочки, и также могут быстрее разноситься шнурки и просто прийти в негодность. Банальное правило, скажете вы, но многие этого не делают и просто снимают ноги с завязанными шнурками. Это ненормально. После тренировки сели, разобрали свой рюкзачок потный и грязный, и все бутсишки свои расшнуровали так, чтобы они вот так вот в свободном состоянии были. Такими простыми манипуляциями вы продлите свою жизнь бутсом. Я думаю, вы в этом точно заинтересованы. И да, казалось бы, банальное еще одно мини-правило, это засовывать бумагу вовнутрь бутс, когда вы пришли с потной влажной тренировки или игры. Также многие забивают на это и просто берут и кидают свои бутсы под батарею, или феном сушат прям после тренировки, или до тренировки, которая вот-вот начнется. Это ненормально. Будьте уважительны к своим бутсам, засуньте в них бумажку, поставьте их в сухое темное место, и они спокойненько высохнут у вас за ночь, пока вы спите, а бутсишки также восстановятся и впитают всю влагу, что есть в них. Не покупайте предаторы. Ладно, если серьезно. Не стирайте бутсы в машинке. Так-так-так, прежде чем налетать в комментариях и писать мне гневные какие-то отзывы, погодите, я вам сейчас все объясню. Если вам не жалко бутсы, у вас много пар и много денег, которые вы готовы как раз на них тратить, то, пожалуйста, окей, стирайте, я вам ничего советовать не буду. Остальным же скажу одно. Ребят, ну, во-первых, если вы стираете бутсы, то будьте готовы к тому, что в любой момент, не важно, какая у вас модель супернадежная, или какая-то другая модель, не важно, будьте готовы к тому, что у вас может пойти по жопе материал вверх. Я думаю, вы этого не особо хотите. Подошва также может пострадать, шнурки и так далее. То есть все может произойти, и вы должны быть к этому готовы. И вы спросите, а что ж тогда делать, раз в машинке стирать нельзя? Просто берете и стираете ручками с помощью щеток, с помощью губок. Берете порошок, берете гель для стирки и начинаете драть это все своими ручками. Тем самым вы не портите так сильно материал верха, и вы это делаете сами бережно, уважительно к бутсам. Ничего в этом сложного нет, и вместо того, чтобы реально стирать бутсы в машинке, вы можете сами взять это все дело ручками почистить, добраться до тех мест, до которых также не сможет добраться машинка, и так далее. Я думаю, вы также в этом заинтересованы. Про чистку бутс у меня, кстати, есть отдельный ролик в подсказке, так что зацените. Воняет из бутс. Да блин, нормально пахнут. Но бутсы воняют, и это нормально. Воняют они потому, что вы играете, ваши ноги потеют, неважно какое это время, годы, зима, весна, лето, осень. Это абсолютно нормально. И, конечно, есть всякие приколы по поводу того, что засунуть в бутсы чайный пакетик, и якобы за ночь это все дело пройдет, и будет пахнуть, как ваш любимый травяной чай. А есть гении вообще, которые просто берут дезодорант, которым они прыскаются каждое утро или каждый вечер, и просто туда вот этот вот весь аромат, прям в бутсы, и блин, ну это ужас! Получается ядерная смесь из двух запахов, это вонючего пота и вот этого дезодоранта. Это все дело смешивается, все очень плохо, и воняет это в два раза ядренее. Опять же, это все полная дичь. Предлагаю я вам вот такой вот вариант. Сейчас у нас в странах холодает, и на балконах у нас достаточно холодно. Вы берете свои предварительно почищенные бутсы, да, и стельку вы также почистили перед этим. Вы берете бутсы, они у вас сухие, уже готовые, и вы их ставите на балкон. Мороз убивает запахи, реально, они убивают эти бактерии, которые вызывают этот неприятный запах. Еще, кстати, можно бутсы засунуть в морозилку. Вариант рабочий, я вам правда это гарантирую, большая часть запаха уйдет сразу же. Не играть в бутсах без шнурков, если они изначально идут со шнурками. Объясняю. Сейчас большинство бутс идут со слитным материалом верха, когда единая конструкция материала верха, тканевый материал и синтетический, они имеют единую целую конструкцию. Я уверен, то, что производитель 100% не подразумевает то на 100%, то, что вы будете высовывать шнурки из таких моделей. Например, вот это вот у меня Puma Future, здесь можно достать шнурки, но я вам сразу говорю, если вы достанете шнурки, у вас не будет 100% контроля над бутсами и вашей ногой. Поэтому не надо этого делать. У меня так много товарищей по команде и знакомых получали травмы, вообще глупые травмы, там просто подворачивали ногу, потом у них там растяжение связок, какие-то мышечные боли. Я думаю, вы этого не хотите, поэтому, пожалуйста, не доставайте шнурки из таких бутс, правда. Поэтому просто будьте аккуратнее и не совершайте подобных ошибок. За кожей нужно ухаживать. За кожаными моделями нужно ухаживать намного тщательнее и любезнее, чем за синтетическими, потому что синтетику реально вы можете просто почистить чуть-чуть и все, и забить на нее болт, но при этом с кожей вы так сделать не сможете. Ну, точнее, сможете. И у вас кожа, материал верха, просто превратится в труху. Вы ее протрете, она станет серой, а потом у вас, скорее всего, появятся дыры. Я думаю, вы этого не хотите. Кожу нужно смазывать, ее нужно подкрашивать, если что, специальные крема на нее наносить и просто смотреть на нее и быть уверенным в ней. Да и к тому же, если вы хотите как можно дольше сохранить внешний вид кожаных бутс, то, опять же, надо за ними ухаживать. А на сегодня все. С вами был я, Лев. Это была первая часть лайфхаков про бутсы. Обязательно пишите в комментариях, какие годные лайфхаки я забыл упомянуть и хотите ли вы вторую часть. Не забывайте подписываться на этот канал, на все социальные сети, все ссылочки есть в описании. Ну и до скорого, всем годных лайфхаков и, как всегда, закрываю вас.